Послание к римлянам святого апостола Павла Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, что он был, как учитель его, и для слуги, что он был, как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, ничем ли более домашних его? И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не двери малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Игда же гонят вы в ограде всем, бегайте в другие, аминь боглаголю вам. Нимать и скончать и грады израилевы, донди же приидет син человеческий. Не есть ученик над учителем своим, ни же раб над господином своим. Да влеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко господь его. Аще господина дому, вильзевула на рекоша, кальми паче домашнее его. Не убойтеся убоих, ничто же бо есть покровенно, ежи не откроется, и тайно, ежи не увидено будет. Ежи глаголю вам во тьме, рците во свете, и ежи во уши слышите, проповедите на кровях. И не убойтеся от убивающих тела, душу же немогущих убите. Убойтеся же, падче могущего, и душу, и тело погубите в гиенне. Не двели птицы, ценитеся единому осарию, и не едино от нее падет на земли без отца вашего. Вам же и власти главнее все изочтение суть. Не убойтеся убо, мнозик птиц лучше, есте вы. Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 24-25 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Здесь учит терпеть обиды. Ежели говорит «я терпел», «учитель» и «господь», то тем более вы ученики и рабы. Вопрос. Как говорит ученик не выше учителя, когда видим, что многие ученики бывают лучше своих учителей? Ответ. Знай, что пока они ученики, они меньше учителей. Но когда они становятся лучше их, то они уже не ученики. Так точно и раб. Пока будет рабом, не может быть больше господина своего. Далее стих 25 и стих 26 Если хозяина дома назвали Вильзиулом, не тем ли более домашних его? И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Извлекайте утешение из того, как поносят меня. Ибо если меня назвали князем бесов, что странного, если оклевещут и вас, домашних моих? Назвал их домашними, а не рабами, показывая тем, как бы, свою родственную близость к ним. Впрочем, говорит, будьте уверены, что истинно не скроется. Время обнаружит и вашу добродетель, и злобу клеветников. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. То есть, если сначала и оклевещут, то после прославят вас. Стих 27 Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Что я, говорит, сказал вам одним и в одном месте, ибо это означает выражение на ухо, слышите, то проповедуйте смело и громко, так, чтобы все слышали вас. Поскольку же с такой смелостью соединены опасности, то присовокупляет. Стих 28 И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Научает презирать и самую смерть. Наказание в гиене, говорит, страшнее смерти, потому что обыкновенные убийцы губят одно тело, душе же иногда доставляют еще благо, тогда как Бог, ввергая в гиену, казнит и душу, и тело. В гиене сказал, означая этим словом вечность наказания. Стихи 29-31 Ни две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Чтобы ученики не возмущались, как будто оставленные им, говорит, «Если и воробей не может быть пойман без моего ведома, то как покину вас, которых так люблю?» А чтобы показать особенное внимание и промышление, говорит о том, что самые волосы наши на счету у него. Не думайте, будто воробьи ловятся без ведома Божия. Нет, даже и ловля воробьев не неизвестна Богу. Стихи 32-33 Итак, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. И кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». Сим побуждает к исповедничеству, недовольствуется верою тайною в душе, но хочет, чтобы она исповедуема была и устами. «Всякий, исповедующий Христа Богом, найдет самого Христа, исповедующим Его пред Отцем Своим, как верного раба». Напротив, те, которые отрекаются, услышат «Отрекусь от того». Стихи 34-36 «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». «Здесь ближайшим родством означает всякое родство. Самых даже близких, говорит, пришел Я разделить, сына с отцом, дочь с матерью, ибо сын особенно любезен отцу, а дочь матери по естественному подобию. Сказал о разделении снохи со свекровью, потому что снохи оказывали особенное почтение и угождение свекровьям своим. Говоря же о невесте, предполагает и жениха, разделяемого с тестем. Несколько выше сказал кратко, предаст же брат брата на смерть и отец сына. Здесь же с особенной силой указывает на родственные связи. Если же человек должен разделиться с отцом, как большим его, то тем более с простым приятелем или дальним родственником. О супругах говорится далее, и всякой, кто оставит домы или жену или детей или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Смотрим Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. «Не всякое согласие хорошо. Напротив, иногда бывает хорошо и несогласие. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших, когда они препятствуют нам в деле богопочитания. Говорит здесь о том, что должно удаляться или отделяться от них не без особенной причины, но только тогда, когда они не ведут нас к вере, и еще и препятствуют нашей вере». Слова о разделении домашних взяты у пророка Михея, который говорит «Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его». Смотрим пророка Михея, глава 7, стих 6. «Пророк, говоря о врагах человека между домашними его, имел в виду древних иудеев, когда произошло между ними такое разделение сына от отца. Христос же прилагает ей слова вообще к верующему, показывая, что все домашние, хотящие веровать, будут враги ему». В тот день, в который печалишься о ком-либо страждущем, каким-либо недугом, о человеке добрым или злом, страждущем телесно или мысленно, «Почитай себя мучеником и взирай на себя, как на пострадавшего за Христа и на сподобившегося стать исповедником. Ибо помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных. Смотри, каково это великое дело – печалиться о людях злых и благодетельствовать грешным паче праведных». Апостол воспоминает о всем, как о деле, достойным удивления. Послание к римлянам, глава 5 стихи с 6 по 8. «Если можешь сам собою оправдать душу свою, то не заботься искать другого оправдания. Во всех делах твоих да предваряет у тебя телесное целомудрие и чистота совести, ибо без них суетно пред Богом всякое дело. О всяком деле, если делаешь оно без размышления и следования, знай, что оно суетно, хотя и благоприлично, потому что Бог вменяет правду по рассудительности, а не по действованию нерассудительному. Праведник немудрый – светильник при солнце. Молитва злопамятного – сеяние на камне. Немилостивый подвижник – бесплодное древо. Обличение из зависти – едоносная стрела. Похвала коварного – скрытая сеть. Глупый советник – слепой страж. Пребывание с маломысленными – сокрушение сердцу. Беседа с благоразумными – сладкий источник. Мудрый советник – стена упования. Глупый и маломысленный друг – хранилище вреда. Лучше видеть живущего с плачущими женщинами, нежели мудрого, следующего за глупым. Лучше жить со зверями, нежели поселиться с людьми худого поведения. Лучше пребывай с грифами, нежели с человеком любостяжательным и ненасытным. Лучше будь другом убийце, нежели любителю споров. Лучше беседуй со свиньёю, нежели с чревоугодником, потому что свиною корыто лучше прожорливых уст. Живи лучше с прокажёнными, нежели с гордыми. Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи. Будь скромен и не ревнуй во зле. Судиться – не христианского жития дело. Об этом нет и намёка в учении Христовом. Веселись с веселящимися и плач с плачущими, ибо это признак чистоты. С больными – болезнуй, с грешными – проливай слёзы. С кающимися – радуйся. Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своею пребывай один. Принимай участие в страданиях всякого, а телом своим будь далеко от всех. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распростри одежду свою над падающим и покрой его. Если не можешь взять на себя грехов его и понести за него наказание и стыд, то будь, по крайней мере, терпелив и не стыди его. Знай, брат, что для того нам и надо бы не выходить из дверей кельи, чтобы не знать худых дел человеческих. И тогда в неведении ума своего во всех увидим людей святых и добрых. Если же станем обличать, вразумлять, судить, исследовать, наказывать, укорять, то жизнь наша чем будет отличаться от жизни городской? И если не оставим этого, что будет хуже пребывания в пустыне? Если не безмолвствуешь сердцем, безмолвствуй, по крайней мере, языком. Если не можешь держать в порядке свои помыслы, то, хотя чувства свои, сделай благоустроенными. Если не один ты мыслью своею, то будь один, хотя телом своим. Если не можешь потрудиться телом своим, поскорби, хотя мыслен. Если не можешь бодрствовать стоя, то бодрствуй сидя или лежа на ложе твоем. Если не можешь поститься в продолжении двух дней, постись, по крайней мере, до вечера. А если не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если не непорочен ты сердцем своим, то будь непорочен, хотя телом. Если не плачешь в сердце своим, то, по крайней мере, облики в плач лице свое. Если не можешь миловать, то говори, что ты грешен. Если ты не миротворец, то не будь хотя любителем мятежа. Не можешь стать рачительным, по крайней мере, в образе мыслей своих будь никак ленивый. Если ты не победитель, то не превозносись мыслью предподчиненными. Если не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступать с ним в общение. Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других, то Бог от руки твоей взыщет души, возжженные огнем твоим. И если не ты ввергаешь огонь, но соглашаешься с повергающим и услаждаешься тем, то на суде будешь сообщником его. Если любишь кротость, пребывай в мире. Если сподобишься мира, то во всякое время радуйся. Взыщи смысла, а не золота. Обликайся в смирение, а не в весон. Приобретай мир, а не царство. Кто несмыслен, тот и не имеет смирения. И кто не имеет смирения, тот не будет смыслен. Несмиренно мудр, кто немирен. И немирный несмиренно мудр, и немирен, если кто не радуется. На всех путях, какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Сердце не умеряется от труда и преткновений, пока не придет в него надежда, и не умерет сердце, и не прольет в него радости. О ней-то изрекли достопоклоняемые и исполненные святости уста, приидите ко мне, вситруждающиеся, и обремененнее и аз упокою вы. Евангелие от Матфея, глава 11 стих 28. «Приблизься», — говорит, «чтобы на меня возложить надежду, и успокоишься от труда и страха». Надежда на Бога возвышает сердце, а страх гиены сокрушает его. Свет ума порождает веру, а вера порождает утешение надежды, надежда же подкрепляет сердце. Вера есть откровение разума, и когда помрачится ум, вера сокрывается, господствует над нами страх и отсекает нашу надежду. Вера по науке не освобождает человека от гордости и сомнения, освобождает же та, которая, видимо, и высеивает в смысле и называется познанием и явлением истины. Пока ум не уразумевает Бога, как Бога в явлении смысла, не приближается к сердцу страх. Когда бывает попущено впасть нам в омрачение и утратить этот смысл, пока не смиримся, тогда бывает в нас страх, пока не приблизит нас к смирению и покаянию. Сын Божий претерпел крест, потому мы, грешные, смело полагаемся на покаяние, ибо если один образ покаяния в царе Ахаве отвратил от него гнев, то не будет для нас бесполезную действительность нашего покаяния. Если один образ смирения в нем, не прибывшим в истине, отвратил от него гнев, то не тем ли паче отвратит от нас истинно печалякся о грехопадениях наших. Скорби ума достаточно к тому, чтобы заменить всякое телесное делание. Святой Григорий говорит, «Тот – храм благодати, кто в единении с Богом и всегда озабочен мыслью о суде его». Что же значит иметь попечение о суде его, как не искать всегда упокоения его, как не печалиться, не заботиться непрестанно о том, что не можем достигнуть совершенства по немощи естества нашего. Иметь непрестанную печаль о сём, значит непрестанно носить в душе своей «памятование о Боге», как сказал блаженный Василий. Нерассеянная молитва производит в душе ясную мысль о Боге. И в одружении нами в себе «памятование о Боге» есть вселение в нас Бога. Так соделываемся мы храмом Божиим. Вот, попечение и сердце, сокрушенное уготовлением упокоения в Боге. Ему слава вовеки. Аминь. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, уповая на него, я готовить избавить тебя от сети ловча, от словеси мятежно. Плечма своим осенит тебе под крылья его, надеющись оружием обыть тебе истинно его. Не убоившись от страха ночного, стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие и беса полудиного. Подета страны твоя, тыща и тьма десной тебе к тебе же не приближится. Обача от чима твоим, осмотришь ее, воздаяние грешников узришье. Яку ты, Господи, упование мое, Вышнего, положилось и прибежище твое. Не приид к тебе, злой рано не приближится, телеси твоему. Яку ангелам своим заповесю тебе, сохраните во всех путях твоих. На руках возму тяда никогда предпни шаками ногу твою, на аспида и усилийска наступиши и попереши льва и змия, яку на мя уповая, сбавлю и покрыю, яку познай имя мое. Возовет ко мне, услышу его, сними в скорби и зму его, и прославлю его, долготую дни исполни его, являю ему спасение мое. Возведох, очи мои, в горы, отнюдь уже приедет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю. Не дашь во смятение ноги твоей, они же воздремлет, храняй тебя, си не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое отныне и до века. Отче наш, и живи си на небесе, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яку живи, мы оставляем должником нашим. Не веди нас в свое искушение, но избави нас от лука в огонь. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Руки имен глав со сьми, веселитесь, о Господе, и радуйтесь давай дни. ПЕСНЯ 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 Блажение, жизнь правы, приявящий Господи и памяти, роды, роды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok